перед вашими глазами наглядный пример отвала кристалла процессора также видео чипа возьмем вот эту коробку здесь у меня всякий шлак и возьмем испытуемых первым будет у нас интелонский процессор серии celeron и amd процессор серии cipron также возьмем видеокарту в качестве видеокарт у нас будет амдашная видеокарта с ноутбука маркировка у нас 1211 что соответствует видеокарте radeon hd 7470 естественно м так как она мобильная ведь давайте приступим первый подопытный будет у нас процессор от компании intel для начала его требуется скальпировать прибора для скальпирования у меня нету никогда не занимался скальпированием воспользуемся обычным скальпи чтобы не покупать свои руки пытаемся подрезать герметик по крышке герметик у нас срезан вот такой у нас толстый слой герметика и довольно массивный стильная крышка процессора давайте сразу снимем крышку с амдашного процессора и на процессоре компании м.д. герметик примерно такой же но крышка у него значительно массивнее почти вся толщина этой крышки это цельный металлический кусок за одно обратим внимание термопасту оба процессора довольно старые на процессоре intel термопаста у нас дубовая но скальпелем вполне снимается вот на самом кристалле термопаста въелась основательно но тем не менее и возможно снять оттуда на процессоре м.д. травопаста у нас примерно такого же состояния и на кристалле также она выелась сам кристалл следующим шагом нам потребуется убрать компаунд который у нас находится вокруг чипа процессора для этого подогреваем сам компаунд он довольно жесткий сразу говорю просто так снять его не получится и начинаем потихоньку отковыривать наш компаунд компаунд на процессоре intel поддался конечно не без потерь поцарапали текстолит подложку но компаунд сошел теперь давайте снимем компаунд процессора а м.д. его здесь значительно меньше но я боюсь что он значительно тверже а а а а моему удивлению компаунд на процессоре md оказался даже мягче чем на процессоре intel что же у нас будет на видеокарте от компании md rodeo итак компаунд на процессоре на видео процессоре md rodeo hd 7470 оказался самый мягким и слез почти целиком вот такими вот кусочками теперь давайте будем поднимать чипы чтобы поднять чипы поднял температуру на фене порядка 450 градусов добавлю маленько флюса и будем подогревать и 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 как вы видите кристалл процессор amd у нас сошел также сошли эти транзисторы и компаунд у нас затек под кристалл поэтому кристалл вас так сильно сидел следующим снимем кристалл с процессора intel и а а а а а а а а а итак процессор intel нам также отдался далее давайте возьмем видео процессор ну и что мы видим дорогие друзья графический процессор компании md сидит намного намного сильнее чем все остальные еще горячий теперь давайте посмотрим на это все дело поближе они intel серия celeron со снятым кристаллом процессор давайте его приподнимем и посмотрим под кристалла мы видим многочисленное количество контактов все они заложены и все они благополучно отпаялись на самой подложке мы видим такие же контакты которым все это дело было припаяно также мы здесь не увидим никаких элементов потому что все элементы у нас находятся на нижней части подложки сейчас давай не забоем все это дело видим что компаунд у нас находился прямо под кристаллом и мы его благополучно нагревом сняли и слегка пострадал у нас подложка ну не страшно это дело все пойдет у нас на мусорку толку в этом уже к сожалению нету следующий у нас а мтс и про он все также благополучно снялось но на подложке мы видим уже некие элементы какие-то транзисторные сборки я даже не знаю что это за элементы не заворачивался никогда не уточнял но при нагреве они у нас почти все поплыли давайте сразу забоем все это дело фруксопом и посмотрим на это поближе а давайте глянем на сам кристалл сам кристалл у нас вот таком виде видим что контактов здесь намного намного больше и также мы покоцали маленько край кристалла но на подложке также видим компаунд который находится у нас под самим кристаллом также погнули ножки но ничего страшного вот такие процессоры можно сдавать их принимают здесь конечно все интересно но давайте глянем на гпу заметим что кристалл здесь гораздо больше нижняя часть кристалла у нас имеет другой цвет нежели процессоры так что не фокусируемся давайте фокусируемся вот так и контактов здесь еще больше некоторые из них сплавились вместе и получилось вот такое страшное зрелище все вот так вот и давайте также замоем саму плату здесь мы видим множество элементов конденсаторов потому что внизу расположить их просто нереально и также множество контактов у нас сплавились потому что контактов здесь гораздо гораздо больше чем на процессоре ну и что мы имеем по итогу имеем по итогу два сломанных процессора и один сломанный видео чип перед вашими глазами наглядный пример отвала кристалла процессора также видео чипа распространен в ремонтах когда у вас вот этот кристалл отваливается от подложки раньше все это дело лечили прогревом прогревали вот этот кристаллик шарики под ним расплавлялись и припаивались обратной к подложке сейчас этот метод никто не использует ну и раньше не стоило этого использовать потому что все это лечение проходило буквально через две-три недели и все начиная заново такое было у нас когда отваливалась видео не запускалась видеокарта от перегрева от того что и не чистили не меняет на пасту на процессорах intel вот этого поколения celeron я такого не помню а м дешние процессоры добывало что они отваливались всякие ушные мастера брали за это тысячи по три по четыре просто тупо прогревая вот это вот кристаллик люди велись отдавали напоминаю что гранте обычно у нас дней 1014 на работу по ремонту люди сдавали все это дело прогревалась особенно на материнских платах от ноутбука но через три недели все было заново но гарантия уже закончилась вот такие ушлые были мастера я свое любопытство убил больше мне это не интересно надеюсь вам это было очень интересно с вами был руслан подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки там что хотите ставьте мне без разницы и до новых встреч скоро увидимся надолго не прощаемся